Я знаю, что очень многие следят за ней и хотели бы иметь такие же методы по продвижению активности в своей организации. Давайте встречать нашего топ-лидера Краснодарского филиала на сцене Ирина Басюк. Приветствую вас, лидер Арифлейм! Для меня большая честь выступать перед вами, учиться у вас. Свой многомиллионный бизнес я построила с акцентом на продукт. Я приглашала людей на бизнес через дисконт. И свой путь, свою карьеру я начала в маленьком поселке Сибирске Алтайского края. И мой путь до директора был, проводя мастер-классы по уходу за лицом, декоративной косметике. И в 2008 году я стала работать онлайн. Я стала делать то же самое, только онлайн. И весь бизнес свой я построила, не выходя из дома. И мое рекордное достижение – это открытие звания исполнительного директора. Это единоразовый доход, мне очень нравится, 1 миллион рублей. В прошлом году я стала лучшим официальным обозревателем Арифлейм. И сегодня я с вами расскажу фишку, вообще секрет, зачем я это делаю. Я финансист, и я просчитала, просмотрела, зачем нужна эта продуктовая коммуникация, зачем нужно создавать вот эти видеоролики, а не заниматься лидерской работой. И в этом плане, в этом плане, первое, да, мне вообще легко, очень легко работать с продуктом, потому что я сама являюсь продуктом продукта. И с уверенностью вам могу сказать, что наша внешность и наша молодость на 80% мы можем с вами на нее повлиять. И это мои результаты внешности, там, скажем, до 10 лет, да. Здесь уже 15 лет, здесь уже опыт. То есть с каждым днем я узнаю какие-то фишки по ходу за лицом, макияжи, и мне нравится меняться. И мне с этой информацией, мне очень легко и просто наносить для людей, что нет, абсолютно некрасиво у женщин не бывает, есть только те, которые не умеют краситься и не используют фильтры в Инстаграм. Зачем нужно делать видеообзоры? Я статистик, математика, да? 95% наших людей – это дисконтные потребители, правильно? И наша задача сделать так, чтобы наши клиенты оставались с нами на года, на многие-многие годы, даже на десятилетия. Правда же? И зачем мне нужно делать видеообзоры? Первое – это работа с клиентами, получение заказа. В наших командах есть такое правило, как создание клиентских чатов. То есть наши консультанты, менеджеры видео записывают свои, главное, чтобы они записывали свои маленькие короткие видеоролики, они скидывают в клиентские чаты, получают, соответственно, заказы. Рекрутинг на продукт. Я всегда рекрутировала через продукт, и вторым этапом, конечно же, я показывала, что здесь есть бизнес. Следующее – это работа с новичками, знакомство с продукцией. Для меня было важно запустить новичка, потому что нам важны не стартеры, а нам важны рекруты с большим заказом. Потому что бывает такое, что, представляете, новичок не разбирается в продукции, сделал заказ. И я всегда, когда созвоню с новичком, я говорю, давай первый заказ мы сделаем вместе. Потому что, когда новички делают заказ, они закажут такое, что я даже сама не могу найти в каталогах. И когда я даю свой видеообзор, я знаю, что, посмотрев его, он закажет правильные продукты, либо он задаст вопросы по той продукции. Я буду уверена, что он разместит заказ, он его получит и останется со мной на годах. А если у нас новичок разместит заказ и закажет какую-то фигню, которая ему не подходит, он не разобрался, он идет, а потом скажет, что еще я был в Арифлейм, и это фигня. А потом попробуй его из неактивных реактивировать. Правда же? Работа со структурой, увеличение среднего заказа. Мы влюбляем в продукт, бренд, философию компании. Я еще об этом расскажу. Ну и понятно, что прокачка личного бренда, рост подписчиков, охват аудитории. Для меня была стратегически важной задачей понять, как сделать так, чтобы наши консультанты оставались с нами на многие годы, потому что мы пришли не попробовать, а сделать постоянный стабильный бизнес. И мы можем с вами пригласить 100 человек, и, например, у них будет средний заказ 50 баллов. Есть структуры, есть такие структуры, у кого средний балл 250, да? И мы можем с вами 100 человек, мы можем зарабатывать 12 тысяч или 100 тысяч в этом промежутке. Мы можем побежать рекрутировать, а можем быстрее пообщаться с нашими людьми и получить больший доход. 100 человек, 12, 100 тысяч. Почему я держу фокус на постоянных клиентах? На клиентах, которые влюблены в продукт, философию компании. У вас есть такие клиенты, кто делает 150 баллов, периодически собирает подарки под рекрутинговой компании, и в течение многих лет в рефлей. Я думаю, у всех есть. Так вот, один клиент, ну, примерно на 9% уровне, за год он может вам принести доход 10 тысяч. Один клиент за год 10 тысяч. Но в компании Reflame я уже более 15 лет, и у меня есть клиенты, кто вот так же на 9% плюс-минус размещает заказы на 150 баллов. Они меня ничего не спрашивают, они знают, где у моего ютуб-канал, они смотрят видеообзоры. Я с ними не общаюсь годами. И мне интересен бизнес орифлейминге. Ну, вот я вот, ну, иногда, может, поиграюсь. Ребята, 15 лет, 160 тысяч. Один человек, который влюбил, влюбленный в продукцию, 160 тысяч. Ребята, какие-то деньги. А сколько у нас в структурах людей? И я вас с уверенностью знаю, что вы здесь в Reflame долгие. Кто здесь 5 лет, 10 лет? 10 лет есть здесь? Да, 22 года. Да, все же. Ребята, один клиент, влюбленный в продукцию, философию компании. Я здесь говорю стратегически. Вы, наверное, меня понимаете, почему я сдалась целью с продуктовой коммуникацией. Ну, это финансы математически доказывают. Так, следующее, это такой блок. Опять-то, с математической точки зрения, где лучше делать обзоры, на YouTube или в Instagram? Какие видео лучше делать, длинные или короткие? Какие категории видео самые просматриваемые? И что влияет на выбор продукта, на видео? Я являюсь участником сообщества GetBlogger, где заказывают рекламу у блогеров. И свой Instagram у меня и YouTube развивают динамично. То есть у меня одинаково стоит реклама. И если взять YouTube, это около 24 тысяч подписчиков и 3 миллионов просмотров суммарно. Ну, это представить аудиторию как 100 олимпийских и одновременно включить видео. Охват. Представляете, сколько мощно это? Это вот соцсети, YouTube, Instagram – это безумная, колоссально большая платформа общения с людьми. Instagram – это 32 тысячи подписчиков. И вот здесь вот, что важно, когда мы размещаем пост в Instagram, самое важное, это буквально один день, потом он улетает куда-то. В YouTube, наоборот, мы создали видео, и его потом можно, его смотрят потом годами. То есть здесь вот показано, вот, видео, да, первая-вторая строчка, то есть два месяца назад, там, 7 тысяч просмотров, а две недели было 4,5, ну, в общем, увеличивается, и это очень важно. И если с Instagram у меня приходит больше на дисконт, то с YouTube приходит больше на бизнес, потому что они дальше изучают, смотрят, и там больше удобнее навигация. Если брать Instagram, последний пост, один из последних орумяных видео посмотрел 12 тысяч человек, у меня было сразу две регистрации. Вот прям вот, смотрите, одна и вторая, это вот одна ленточка сразу, это девушки, это мои знакомые, которые наблюдали за мной много лет, но их зацепили конкретно румяных. Но что здесь самое главное? Каждый свой пост нужно анализировать. Например, этот пост, обязательно нужно работать с хэштегами и понимать, какой хэштег заходит. Например, здесь 6 тысяч человек посмотрели, посмотрели по хэштегам, и это 54% неохваченных, не подписанных на мной людей. Понимаете, очень важно. 54% пришло по хэштегам. Вот здесь важно продумать, какие мы делаем. Дальше, ребята, честная, открытая статистика за год. Вот смотрите, на что приходят люди. Годовая статистика, что больше всего подписчиков ко мне пришло через продукт. Больше всего охвата людей пришло через что? Через продукт. Ну и чуть-чуть там, ну, наличное что-то. Ребята, когда я осознала через статистику, на что люди идут подписываться, смотрят, лайкают, я поняла, что, значит, мне нужно развиваться в этом направлении. Тем более и рекрутинг, и увеличение среднего заказа, и увеличение людей, и все это вместе через наш любимый продукт. Дальше, какие видео лучше снимать? Опять же, статистика. Ну вот, свочи помад в среднем до 50 тысяч, это вот прям очень хорошо заходит. Второе, это обзор продукции, но это длинные видеоролики. В среднем это до 20 тысяч, именно длинные видеоролики. О них еще расскажу. И новинки каталога, это в среднем до 10 тысяч человек, это третье. Раньше я думала, слышала, что лучше всего заходят короткие видеоролики, ну, нам говорили тогда, но статистика многих лет показывает, что пик, вы видите пик? Это обзор заказов до 40 минут. Людям нравятся истории, людям нравятся сравнения, людям нравится смотреть сериал. Статистика многих лет, маленькие, это видеообзорчики по 10 минут. Поэтому я сделала вывод, что даже обзоры заказов по 10 минут, это неинтересно, как сериал посмотреть на 40 минут. Ну, в среднем 35. Статистика. Если мы берем сториз, то, получается мне так, в среднем я делаю одно продуктовое видео в неделю и смотрят ежедневно 3 тысячи человек в среднем. В инстаграм сториз то же самое, также получается плюс-минус там 3 тысячи от 3 до 5 в зависимости от того, какой это день. И здесь получается, что по эффективности так же, но легче начинать с инстаграма. Записал, удалил сториз, вообще начинать нужно со сториз. Очень просто, очень легко, там 10 тысяч дублей. Второе, что влияет на просмотры? Во-первых, это картинка. За секунды человек принимает решение смотреть ваше видео или чье-то. Название. Ну, интригующее, понятно, что такое должна быть, причинка в нем. Оформление под видео – это самая распространенная ошибка. Очень много вижу лидеров, кто выкладывает свои видео и там связался со мной, тренды, контакты. Ребята, ваше видео YouTube просто банит, они уходят в никуда, потому что они не оформлены. Нету ни тегов, ни описаний под видео, о чем это видео. И наоборот, YouTube продвигает новичков, если видео правильно оформленное. Как его делать? Как правильно оформлять? YouTube набираем, и там будут десятки видео. Я также, как и вы, новичок, учусь, как оформлять видео. И, понятно, самостоятельное продвижение через соцсети. То есть, получила, создала видео и тут же скидываю все через соцсети, чаты, через ссылку, через email. Ну и, скажем так, подведя итог, зачем нужно делать видеообзор. Опять же, работа с клиентами, рекрутинг на продукт, работа с новичками, работа с структурой, прокачка личного бренда. И сегодня вместе с вами сделаю такой экспромт. Запишу маленький видеообзорчик. Но хочу сразу вам сказать, что не бойтесь это делать. Если мне сказать свои первые видео, 99% я их удалила, потому что мне стыдно самую смотреть. Во-вторых, вот сейчас я должна с одного дубля с вам записать видеообзор. А вот когда я сижу дома, я могу сделать десятки дублей, которые мне там нравятся, не нравятся. Дальше. То есть, должна быть какая-то сама идея. Какой создавать, что мне сделать. Дальше это сценарий. О чем по пунктам? Освещение. То есть, очень важно освещение, потому что неправильное освещение может как прибавить, так и убрать. Минус 10 лет, 5-10 лет вашего возраста. То есть, вообще это настолько важно. Я снимаю у окна. Дальше. Фон. Фон не отвлекающий, нормальный. То есть, в принципе, посмотрите, продумайте. И вот наш видеообзор. Например, к этому видеообзору я, конечно же, подготовилась. Я продумала стратегически показать вам свои самые любимые продукты и новиночки. Так вот, средства, которые убирают минус 5 лет нашего возраста, это что? Это тональный крем, например, и корректор. И вообще, вот я, действительно, я влюбилась. Вот для меня это было открытие, камера. Для меня это было открытие года, новинка, многофункциональный крем AZ. И если раньше я была просто влюблена в тональный крем Giordani, то сейчас рука почему-то тянется именно к этому продукту, но в нем есть один минус. Минус – это то, что? Видите, его надо выдавливать, неудобно. А вот здесь вот такая маленькая красивая пимпочка, вы ее нажимаете, и все замечательно. Ну и как бы и эта линейка больше премиальная. Мне нравится тем, что он хорошо выравнивает тон, ложится как вторая кожа. И что самое важное для моей жирной кожи, крем хорошо ложится и не блестит. И часто задают вопрос, а, это что же только для жирной? Нет, это еще для сухой хорошо подходит, великолепно. То есть такое универсальное средство. Вот. И второй момент. Да, нанесли мы ей тональный крем, и что больше всего выдает наш возраст, это темные круги под глазами. И очень часто я встречала женщин, которые пользуются тональной основой и не пользуются корректором. И такая себе такая красивая панда, нанесли такой крем, и все. Нет. Если даже, например, нет времени, палочка-выручалочка, нанесли, несколько секунд растушевала, мы с ним где-то что-то замазала, и все, и такая красавица сразу пошла. Поэтому, и вот эти вот два продукта мы наносим всегда вместе. Это совершенно разные текстуры. Дальше второй этап, это, конечно же, румяшки. И я здесь безумно рада, что у нас, наконец-таки, долгожданно, у нас появилась корректирующая палетка. Это просто похлопайте, кто рад, чтобы у нас была такая палетка. Я с завистью смотрела другие страны, что ж так, я даже шарики миксовала между собой, чтобы это был контуринг, розовый и хайлайтер. И что, и тут же, ну, ребят, ну, представляете, что два интересных продукта, и все в одном каталоге, ну, прям как-то неинтересно. И я уже тестировала, я посмотрела, что за продукты. Во-первых, то, что кремовые румяна у нас появились с вами такие, они дают более дорогую холеную кожу. Такой, знаете, роскошный эффект, вечерний эффект. Но, знаете, какой минус? Это то, что их нужно тушевать, спонжиком растушевывать, повозиться с нами. А если вы хотите макияж на раз, два, три, то есть взяли, нанесли быстренько дневной матовый финиш. Это, конечно же, идет палетка. Вот так легко, рассказывая о своих продуктах, любимках, не зацикливаясь на компонентном составе, мы рассказываем свое видео легко. И начните записывать видеоролики. Десять, двадцать, тридцать дублей. Фраза за фразой, никто не видит, никто не отвлекает. Все очень-очень просто. Маленькие действия приводят к большим результатам. Поставьте себе привычку записывать одно видео в каталог. Продуктовое, в любом продукте, который вам понравился. Вот, ой, мне понравились румяны, по свочи показали. Скажите, это сложно? Для девочек, для девочек, например. Вот одно продуктовое видео в каталог, это сложно? Я думаю, нет. А у вас за год 17 продуктовых видео за год. Если вы поставите планку выше, например, как я, одно видео в неделю, это в год 50 продуктовых видео. И там я стала лучшим официальным обозревателем компании Reflay. Ребята, просто начните делать маленькие шаги. И надеюсь, сегодняшний мой опыт, моя статистика, помогут вам стратегически понять, как работать в командах с продуктовой коммуникацией. Благодарю вас. А я вам желаю роста и успехов. Спасибо вам.